МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. На спутниковом канале сирийского телевидения выпуск новостей на русском языке. Как заявило Министерство иностранных дел и по делам иммигрантов Сирии, к странам, пытающимся воспрепятствовать проведению выборов президента Сирийской Арабской Республики, присоединилась и Германия, которая также причастна к кровопролитию на сирийской земле, финансируя и вооружая террористические группировки. Сирийские граждане, проживающие во Франции, осудили решение французских властей запретить проведение выборов президента Сирийской Арабской Республики в посольстве и консульствах Сирии на территории Франции. Ранее Министерство иностранных дел и по делам иммигрантов Сирии сделало заявление, в котором подчеркивается недопустимость принятия подобных мер. В заявлении говорится, что позиция Франции разоблачила ее намерение воспрепятствовать сирийскому народу в его стремлении к демократии и подтвердила поддержку ею вооруженных террористических группировок в Сирии с целью развала сирийского государства. В Дамаске в квартале Аль-Мазраа состоялся массовый митинг в поддержку президентских выборов и, в частности, кандидатуры действующего президента Башара Алясада. Аналогичные акции также состоялись в ряде других провинций страны, в частности, в городе Тель-Калях в провинции Хомс, в нескольких районах провинции Тартус и в городе Аль-Камышли в провинции Аль-Хасыке. Представители сирийской диаспоры в Иордании посетили посольство Сирии в Аммане, чтобы зарегистрироваться в списках избирателей для участия в выборах президента Сирийской Арабской Республики, которые для сирийских граждан за рубежом пройдут 28 мая. Представители сирийской диаспоры подтвердили, что это их конституционное право и национальный долг, несмотря на то, что они находятся за пределами страны. Сирийские граждане заявили, что не приемлют никакого вмешательства извне во внутренние дела Сирии, в том числе в проведение президентских выборов. В Дамаск прибыла делегация социал-юнионистской партии Ливана, чтобы продемонстрировать солидарность с сирийским народом, противостоящим терроризму. Члены делегации подтвердили, что предстоящие в Сирии президентские выборы станут действенным ответом ее врагам и их пособникам, которые хотят разрушить сирийское государство. Продолжение следует... В провинции Дамаска в районе Аль-Млеха армейские подразделения наносят новые удары по базам и скоплениям боевиков, которые несут большие потери в живой силе и технике. В ходе спецоперации армии были перекрыты главные пути доставки вооруженным группировкам оружия, боеприпасов и продовольствия. В различных провинциях страны армейские подразделения провели новые успешные операции по ликвидации остатков групп вооруженных террористов. Сводка боевых действий в нашем следующем материале. В провинции Алеппо в районах Дэр-Хафр, Арбит, Хандарат, Аджубейла, Аллейрамун, Кафархамра, Маарат-Ал-Артык и Баянун, а также в городе Алеппо в кварталах Банизейд и Ар-Рашидин в ходе спецоперации армейскими подразделениями были уничтожены десятки террористов вместе с оружием. В провинции Дар'а в населенных пунктах Хербет-Газала, Алгария, Алгарбия, Ат-Тиба, Саида и Атман ликвидированы большое число боевиков из Джабхетон-Нусры. В селении Тел-Аз-Затор военнослужащие уничтожили группу террористов и разгромили их автомобили. В провинции Латакия в населенных пунктах Сальма, Дурин, Ад-Дуэрка, Хан-эль-Жоз, Аль-Фуруллок, Аль-Хадра и Ас-Самра армейские подразделения нанесли удары по обе джишам террористов и разгромили автомобили, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и ракетными установками. Среди убитых есть иностранные наемники. В городе Алеппо террористы выпустили ракетный снаряд по кварталу Аль-Халидия. Два человека погибли и несколько получили ранения. Нанесен материальный ущерб. Между тем уже пятый день Алеппо лишен питьевой воды в результате диверсии, совершенных боевиками на водопроводе, что добавило новых страданий жителям города. Председатель Совета Шура Ирана Али Лариджани заявил, что вооруженные токферистские группировки, воюющие в Сирии, Ираке, Афганистане, Пакистане и других исламских странах, совершают в интересах Запада чудовищные преступления против мирного населения. Выступая на заседании Совета Шуры, Лариджани сделал акцент на том, что иранский народ не страшится никаких угроз. Он будет и впредь противостоять агрессивным планам Запада на Ближнем Востоке. В высшем институте иностранных языков при Дамасском университете сегодня начался трехдневный форум «Язык и культура», приуроченный к открытию в институте отделения армянского и курдского языков. Директор Высшего института иностранных языков Майса Ашуфи подтвердила важность представленных на форуме исследований и научных разработок для углубленного изучения иностранных языков и развития культурных связей с другими странами. И в заключение выпуска напомним главные его темы. Вслед за Францией, к странам, пытающимся воспрепятствовать проведению выборов президента Сирии, присоединилась и Германия. В Дамаске и других сирийских городах проходят массовые акции в поддержку проведения президентских выборов. Новые успешные операции сирийской армии по ликвидации вооруженных группировок. Таковы события этого дня. Всего доброго!